и дать мне конкретное руководство. Тогда Махапрабху сказал что-то, по сути, вкратце, делай это и не делай то. И он сказал, то, чего я не знаю, Сваруп Даммадар знает наверняка. Это вполне уместно, вполне оправданно то, что я верил Тебя, Его опеке. И он вновь передал Даса Госфаме, передал Его в руки Сварупа Даммадара. И тогда, конечно, он продолжал свой баджан очень сурово. На протяжении 16 лет, после ухода Махапрабху, он захотел увидеть Вриндаван, а затем решил, я покончу с собой, поскольку не вижу никакой перспективы, не вижу никакого будущего для себя. Но когда он пришел во Вриндаван, то увидел там Махапрабху в Рупе и Санатане. И его планы были аннулированы. Махапрабху здесь. И он особенно испытывал особое влечение к Шри Рупе. Внутренняя связь, внутренняя связь, симпатия. Подобную связующую нить симпатии он нашел с личностью Махапрабху, и потому нам говорят, что пройдя многочисленные взлеты и падения в жизни Садхаки, он в конце концов пришел к Шри Рупе, и он достиг желанной стадии, желанного явления. И что это такое? Это Рупануга Сампрадай. Махапрабху назвал свою линию Рупануга Сампрадай. Первый ученик Махапрабху — это Рупа Госвами. Хотя Рупа Госвами принял формально посвящение от Санатаны Госвами, но Махапрабху первым встретил Рупу, а затем Санатану. Махараша, а кто из них был старше Санатана? Но Рупа Санатана, поскольку Махапрабху первым признал Рупу, а затем Санатану, поэтому Рупа Санатану. И каков истинный смысл Рупануга Сампрадай? Вы должны слушать крайне внимательно. Мадура раса — это тотальная раса. и самая интенсивная из всех рас. 24-часовая вовлеченность, занятая служением Кришне, возможна только в Мадура расе. И существует возможность реакции в виде усталости во всех остальных расах, даже в Ватсалой расе. Иногда мать может думать, отец может думать, я устал, очень устал, я покормлю его позже. Но в Мадура расе нет такого явления. Такая реакция, подобные реакции отсутствуют. И различия между Рупой Манджари и Лалитой Сакхи, это все, конечно же, реалии очень высокого порядка. У нас нет дерзости вступать, входить в это тонкое измерение, но все же мы должны понять, поскольку этот вопрос был задан мне, вопрос о Рагунатхе, Дасе, и по воле Господа я собираюсь сказать следующее. Когда Радха и Говинда находятся наедине, происходит их свидание, то сакхи, взрослые сакхи не могут войти в это место, но манджари, манджари могут пойти туда. Младшие, младшие сэвика, служанки, младшие служанки могут войти туда, в эту область, и совершать любое требуемое служение, поскольку в силу возраста им позволено это делать. Но более взрослые подруги Радхарани держатся на расстоянии, на почтительном расстоянии. Когда Радха и Говинда находятся наедине, то высочайшее качество расы можно найти в их лиле. И это высочайшее качество расы доступно для младших, для манджари, не для сакхи. Высшее достижение в лидере этой группы, группе младших, группе, мы имеем особое преимущество особого служения на этой стадии. Потому Рупануга. Где бы мы ни находились, мы должны принять, что это зенит нашего достижения. И благодаря Дасу Госвами вначале мы можем видеть издалека высочайшую вершину Гималайи, затем по мере приближения мы видим прилегающие горы. Вначале мы привлечены к Кришной в целом, но затем по мере приближения мы по милости Вайшнавов занимаем определенное место согласно нашим потребностям и нашей природе. Место в мире служения. Таким образом, Махапрабху верил в Даса Госвами Сварупи Дамудара, затем с позволения Лолиты он приходит к Рупе. И Рупа это место нашего высочайшего достижения. И это явление было показано в Лиле «Даса Госвами Прагу». Это шлока им написано, и он был принят как Ачарья, признается в качестве Ачарья Прайоджана Таттва. Прайоджана, какова наша высочайшая потребность, это явление находится в его руках, в руках Даса Госвами Прайоджана Таттва Ачарья. Но к этому явлению следует подходить в Духе Божественности, поскольку речь идёт об измерении преданности, и ни следа наслаждения, ни толики Духа наслаждения не должно входить туда. В этом случае мы не упадём в измерение брендового мира. Крайняя степень Божественности, зенит Божественного там, в Шри Рупа Манджари. Шри Рупа Манджари. Махарадж, а Джайдев жил до Билла Мангала? Джайдев жил приблизительно в 12-м столетии, а Билла Мангал жил до него, приблизительно в 8-м веке. Нам говорят, что стандарт Джайдева выше, нежели стандарт Билла Мангала Такура, поскольку его внимание было в большей степени обращено к Радхарани. Эти строки вышли из-под его пера. Знаменитое утверждение. Он не осмеливался, не дерзал написать подобное. Как я могу это написать? Но в конечном счёте ему пришлось покориться внутреннему потоку сердца, своего сердца. То, что не зашло в его сердце, было принято Кришной, утверждено Кришной. Он, Джайдев, не написал своей рукой, но Кришна явился в образе Джайдевы и написал эти строки. Да, я таков. Я таков, ты, Джайдев. Колебался, испытывал сомнения, но победа любви столь велика, любовь столь триумфальна. речь идет о Радхаране. Я думаю, что это моя удача. Моя удача в том, что я обрел столь сокровенное служение. Мы произносим очень высокие слова. Гоу-дхари-вуд, гоу-дхари-вуд, гоу-дхари-вуд. Прабхопат говорил, мы шудха-шакты, мы шакты, не ващнавы, но не видха-шакты, а шудха-шакты. Шудха-шакты. Нас интересует Кришна лишь потому, что наша госпожа Радхаране, она связана с Ним, поэтому мы хотим Его, не в обратном порядке. Это ясное отверждение. Ясное отверждение. Однажды на Радхакунде Адиван Бхаратпура приехал туда со своей семьей и члены его семьи обходили Радхакунду, ложась, отмеряя расстояние таким образом, парикрама, обход по кругу. Тогда Парамананда Прабу, один из первых учеников Прабхупады, пришел к нему и сказал, о, Прабхупад, эти люди, также испытывают великое почтение к Радхаране, в адрес Радхаране. Они обходят Радхакунду таким образом, ложатся, кланяются, встают вновь, ложатся. И таким образом, ползком они совершают парикраму. Прабхупад сказал, «Да». Однако их точка зрения и наша точка зрения на Радхакунду и Радхаране – это две разные точки зрения. И он сказал следующее. Они признают Кришну, они почитают Кришну. И поскольку Радхаране любима Кришной, поэтому они также почитают Радхакунду и Радхаране. Но наша точка зрения, позиция прямо противоположная. Нас интересует Радхаране, и поскольку она хочет Кришну, мы пытаемся установить связь с Ним. Радхаране Ангаджиотир Гатаджива. Радхаране Ангаджиотир Гатаджива. Она имеет сияние. Сияние. И атомарная Маладжива происходящее из сияния Радхарани. Отражение. Отражение исходит из ее существа даже вовне. Когда речь идет о возможности удачи такого рода, происхождении из этого сияния, частица ее сияния, иманирующая из Радхарани, то эти живые существа, эти души знают только ее. и только ее интересы, ее долг, ее потребности, ее нужды. Они готовы служить, но никогда не отвергая ее, не пренебрегая ею. и это высочайшее достижение гаудеев, последователи Махапрабху, что было провозглашено, какова истина была провозглашена Дасом Госвами. Как звучит эта шлока? Как звучит эта шлока? Наш Прабхупат, когда он объяснял эту шлоку Даса Госвами, то его фигура трансформировалась, он становился чем-то иным, его переполняли эмоции. Крайняя степень риска. Если мы не обретем твою благосклонность, если я не обрету, то я не хочу всех этих вещей. Я хочу тебя и тебя только. И вместе с тобой твои параферналии. Но отвергая тебя, пренебрежение от тобой, отвержение от тебя, независимое взаимоотношение с любыми иными реалиями, это невозможно для меня. Ты должна стоять на первом месте и уже затем все остальные и все остальное. Но все остальное, даже Кришна, без тебя, отдельная связь с Кришной никогда, никогда мы даже и в мыслях у нас нет, даже и в воображении, в фантазиях нет стремления к такой связи, отдельно от тебя. Даже с Ним на первом месте стоит она, Радхарани. Горьков, гости, 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 гости. Продолжение следует... Все мои амбиции связаны с этим явлением. Это надежда, это перспектива, идеал. Человек — это его идеал. Человека следует оценивать, судить о человеке по его идеалу. Не по его достояниям, но по его идеалу. О чистоте его идеала. Вот что необходимо нам в высшей степени. Речь идет о том, что привлекает меня. Какое достижение? Какова моя цель? Тот человек, идеал которого велик, воистину велик. Велик сам. Он может быть беден, но его идеал может быть богат, велик. Тогда как человек богатый, может быть в действительности бедным, поскольку у него отсутствует этот идеал. Который час? Пятнадцать минут десятую. Махараж, а Рупа Госвами тоже имеет сияние? Да. 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 И живое существо может происходить из его сияния также. Да. Рупа-нуга. Они такая категория, Рупа-нуга. И горячее желание, рвение, стремление, искреннее стремление выполнять указания Рупы Госвами. И далее Лолита и таким образом Радхарани. И наше высочайшее достижение только там, только в той стороне. Речь не идет о нашей связи с Радхарани или с Лолитой Деви, но Рупа-нуга-сампрада, это означает наше высочайшее достижение в связи с ним. Не только это, не только в связи с ним, но любой, кто обретает эту связь, тот в высшей степени удачлив, потому что... Радха-дася, говорится, Радха-дася есть высшее достижение, высочайшее. Как качественно, так и количественно. Раса, которую Радхарани способна излечь из Кришны, качественно и количественно. Подобную расу невозможно найти нигде, нигде в другом месте, ни в каком ином месте. Та раса, которую Радхарани способна излечь из Кришны, не только количественно, но и качественно. Никакая иная личность не способна излечь подобную высокую расу из Кришны. Полноту, наиболее полную, наиболее высокую, он отдает себя целиком и полностью и глубоко во взаимоотношениях с ней. Те, кто принадлежат к этой группе, группе Шри Рупе, те способны чувствовать вкус, переживать вкусы этой расы. И также в лагере Радхарани, когда Кришна и Радха совершают уединенные игры, взрослые сакхи не дерзают войти в комнату и помогать играм юных, их посылают туда. Когда юные, младшие, они могут войти туда, где оба, он и она, очень тесно связаны, куда сакхи не смеют войти, поскольку то будет помеха. Но манджари могут входить благодаря своему юному возрасту. И такого рода раса может быть обретена только благодаря манджари. Мы не можем обрести ее даже с помощью сакхи. Когда только Рада, Мадан, Мохан и другие сакхи отсутствуют, их нет рядом, во время частной встречи, уединенной, свидания. Та раса, с которой манджари способны соприкоснуться, сакхи, даже сакхи лишены вкуса этого, доступа к этому вкусу, поэтому служить через манджари, подобное служение будет крайне, в высшей степени, как это называется по-английски? Буквально Шрила Гуру Макараш говорит, прибыльным, выгодным, profitable, потому что расу такого качества невозможно найти нигде еще. И они очень близко, интимно вовлечены в свои игры. Рупануга. Стать Рупанугой. Даже Санатан Госвами, который является гуру Рупы Госвами, с формальной точки зрения. Он также написал Рупануга Вичар, наша цель, высшее достижение. Потому наш гуру Махарадж всегда был Рупануга, 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 неизменно. Рагануга, а затем Рупануга, в частности. В целом Рагануга, и в частности Рупануга. Такова наша паричой, как это называется, отождествление, самоотождествление, наше тождество. Наша природа, естество. Рупануга, в частности Рупануга Вичар, В частности Рупануга Вичар, написал, он стремится, бежит, в эту сторону, чтобы получить доступ, чтобы встать под начало Рупы Госвами. Он бежит, потому что настолько страстные стремления он испытывает, Бхактирина Тагур говорит, он бежит, отчаянно стремится, стремится быть зачисленным в группу, в список последователей Шри Рупе, наделенных подобной перспективой. Я хочу закончить на этом. Я уже давно начал. Манджари рассматривается, Рупа Манджари, видимо, было сказано, рассматривается как глава всех Манджари в лагере Радхараньи. Они младше возрастом, поэтому существует возможность для них входить в комнату Радхи Говинды, куда сакхи более старшего возраста не могут войти. Эти младшие девушки, девочки, предполагается, знают многое о высокой Лиле. Так или иначе, они наслаждаются этим доверием. Когда Радха и Говинда находятся в уединении, то этим юным девушкам позволяют войти. Но подруги Радхараньи более старшего возраста не осмеливаются войти туда в это время. И когда они находятся наедине Радхараньи и Кришна, и речь идет о сокровенном положении их Лилы, то высочайшее качество расы порождаемо их союзом. И это качество расы, это высочайшее качество расы может прийти в связи с манджари, не сакхи. Потому рупануга сампрадая значит возможность обрести вкус высочайшего качества расы, когда происходит сокровенный союз Радхи и Говинда. Махапрабу рекомендовал это явление в качестве высочайшей формы достижения когда-либо возможного для судьбы Дживы, которая когда-либо может выпасть на долю Дживы. Рупануга. Мадура раса, затем лагерь Радхараньи, затем опять же речь идет о руководстве Шри Рупа. Рупануга Бхаджана Дарпан Бхактивина Такур дал описание, сжатое представление, идею, обзор такого рода сокровенного духовного служения в Мадура расе под водительством, руководством Рупе Госвами. И здесь Нарутам Такур, он также понимает эту сущность, сущность природу Рупануга Бхаджана настолько, что он выражает свое стремление, говоря, когда мой Гурадев, Локанадх Госвами, возьмет меня за руку и соединит меня с Рупой. Я передаю эту новую Кинкари, служанку, юную служанку, девочку-служанку, тебе, Рупа, ты возьми ее. Его гуру Локанадх и его стремление таково, он говорит, когда мой Гуру, мой Гуру Дев, он свяжет меня, он возьмет меня и верит меня опеке Шри Рупа. Взаимодействие с Рупой более высокого порядка. Манджари значит более высокое измерение и устроение и взаимодействие. Это служение, оно уникальное, это явление уникальное в лагере Радхарани. И самое сокровенное, то, что, как правило, отсутствует даже в случае других сакхи и других личностей. Шри Рупа Манджари Пада. Речь идет о исключительной концентрированной попытке стремления войти, получить доступ в лагерь Шри Рупа. Это чувство выражено здесь. Искренное желание, жажда получить доступ, войти в лагерь Шри Рупа. Шри Рупа Манджари Пада Сей Мора Сам Пада. Природа стремления должно быть такое. Шри Рупа Манджари Пада Сей Мора. Это мое богатство. Мое богатство, я считаю, святые стопы Шри Рупа Манджари моим единственным богатством. Я не рассматриваю ничто другое в качестве богатства. Сей Мора Сам Пада. Сей Мора Бхаджана Пуджана. Бхаджан значит внутреннее, искреннее стремление к Высшему, Высокому. А Пуджана значит формальная попытка. Как формальная, так и Бхаджана, Бхаджана, Пуджана. Бхаджана носит более внутренний характер и более искренний, тогда как Пуджана – нечто более формальное. И вначале, конечно, попытка эта носит формальный характер. Речь идет о формальном выражении Почтения и о внутреннем подношении Бхаджана и Пуджана. Сей Мора Пранадхан – это источник моей жизни, явление, которое сохраняет мою жизнь. Сей Мора Аваран – это также мои украшения, это мои внешние качества. Мое внутреннее и внешнее существование в этом. Необходимо быть таким. И я также считаю, что это явление – сама жизнь моей жизни. Дживанера Дживана – жизнь моей жизни. Сущность моего глубинного существования, сердцевина моего бытия. Сей Мора Раса Нидхи. Это источник всех моих экстатических стремлений. Раса Нидхи – это океан, океан моей экстатической радости. Сей Мора Ван Часидхи – мои внутренние чаяния осуществляются в этом служении. Сей Мора Веды Радхарама. Веды обладают столь высоким положением и властью над обществом. Но я считаю, что Веда вдохновляет меня принимать это явление в качестве истинного смысла Веды. Сей Мора Веды Радхарама. Сей Мора Ван Часидхи – сей Мора Ван Часидхи – сей Мора Веды Радхарама. Сей Брата. Сей Брата Сей Тапа Сей Мора Мантра Джапа. Существует традиция, особенно среди женщин, когда женщины дают множество обетов Брата. Различные обеты. Савитрии Брата и так далее. Савитрия известна своим целомудрием. Благодаря своему целомудрию или верности она сумела спасти мужа от смерти. Таким образом, существуют Савитрии и столь многие другие идеалы, идеальные женские образы. Речь идет о великих женщинах, живших в древности. И во имя Савитрии или других женщин даются многочисленные обеты, и им следует. Сей Брата. У меня нет иного обета, формального обета, который я хотел бы дать, но это мой единственный обет. Обет. То есть, решение в течение какого-то времени совершать те или иные благие деяния. Таков мой обет. Сей Брата, сей Тапа. Тап. Многочисленные аскезы, нам говорят, практикуются людьми для того, чтобы достичь желанной цели. Но моя аскеза направлена исключительно на это явление. Если я буду совершать эту аскезу, стремиться к этому явлению, тогда я буду считать, что я исчерпал все иные аскезы. Сей Брата, сей Тапа, сей Мора, мантра, джапа. Кто-то, совершая джапам, повторяет определенный духовный звук ради достижения некой благоприятной цели. Это джапам. Мора, мантра, джапа. Сей Мор, Дхарама, Карама. Но если существуют какие-либо иные фазы долга и деятельности, тогда Рупа, ее служение, включают в себя все занятия, которые можно открыть или которые преследуют некие святые цели. Все фазы, всех видов долга, сосредоточены для меня на ее стопах. Все фазы жизни, все виды долга для меня сосредоточены в этой одной точке, в этом явлении служение, служение Рупе. Я хочу только, чтобы обстоятельства были благоприятны, чтобы видата, контролирующие эти мирские силы, чтобы он был милостив ко мне, и он мог бы устроить для меня, позаботиться о том, чтобы я достиг этой цели жизни, чтобы мои попытки увенчались успехом. Если он будет благосклонен, то я достигну этой цели. И каким будет следствие, если управляющий этим миром поможет мне? Сей-рупа-мадури-раси, прана-кувалая-саси. Тогда я сумею обрести видение его, имеется в виду Шри Рупа, прекрасного образа, движения и умонастроения, духа служения. Это придет ко мне. Я обрету связь. Я увижу его стопы, получу его указания, его, ее, и буду совершать служение под ее руководством. Мне позволят обрести видение его прекрасного образа, и он будет сиять, этот образ, подобно Луне. Подобно тому, как Луна есть источник энергии и красоты. Кумуды. Кумуда, значит, как это будет по-английски? Красный лотос. Да, красный лотос, который расцветает и распускается по ночам. Обычно Солнце помогает лотосу, а Луна помогает, буквально, этим красным цветкам, которые мы видим, растут в пруду, в прудах. Это Кумуда. Кумуда, которая расцветает благодаря лунному свету, и она красного цвета. А лотос, этот цветок, лилия, получает энергию от солнечного света, но здесь лунный свет. Но Кувалая – это Падма, поскольку требуется свет этому цветку не только днем или только ночью, но и днем, и ночью. Поэтому здесь говорится о Луне. Возможно, основная потребность Мадуро расы – это ночь. Поэтому говорится о Луне. Луна служит источником энергии для этого цветка, и здесь также упоминается не Кумуда, но Кувалая. Кувалая – это определенный лотос, специфический лотос, который питается лучами как Солнца, так и Луны. Этот цветок питаем, сохраняем днем и ночью лучами, исходящими от этого прекрасного образа, цвет движения, образ Рупы Госвами. Это явление будет вдохновлять меня днем и ночью в служении в лагере Кришны. Затем мы достигаем другой стадии. После того, как я достигну этого нечто, это моя собственность. Я достиг этого. Мне страшно потерять это нечто. Я могу не вернуть мое положение, мою позицию. Подобные опасения возникают. Так долго я был лишен подобного общества, так долго я был лишен этого общества. И больше я не в силах терпеть. Я достиг… Это мое родное, мое собственное, мой дом. И почему меня заставляли оставаться вне моего дома? Я был вынужден. И я содрогаюсь. Если я буду разлучен, то я не сумею терпеть эту разлуку. Разлука с тобой. Имеется в виду Шри Рупа. Разлука с тобой подобна змее, которая укусила меня. И на протяжении всей моей жизни я чувствовал боль, боль этого змейного яда. И этот яд – разлука с тобой. И все тело страдает от укуса змейного яда. И долгое время, долгое время, давно я претерпеваю, испытываю эту боль разлуки с тобой, моя владычица, госпожа, хозяйка. Теперь я вновь прихожу к твоим стопам. Пожалуйста, подари мне постоянное служение в твоем лагере. Я принимаю прибежище в тебе. У меня нет иной альтернативы. Я в полной мере предан тебе, и ты должна дать мне постоянное служение в твоем лагере. Без этого невозможно для меня продолжать жить. На Джанмаштаме я читал Шримад Бхагаватам, десятую песнь нашего Гуру Махараджа, Шрила Свами Махараджа. И в одном месте он описывает явление Дурги, Йога Майя. Йога Майя в образе Дурги, Деви, когда она является в качестве дочери Деваки. Вы знаете эту часть? Деваки или Яшода? О, да, Яшода. А, Восьмирукая. Да, да. Так вот, в своем комментарии наш Гуру Махарадж написал, Господь является и энергия Господа является одновременно. Господь является вместе со своей энергией. И в комментарии он объясняет, поэтому мы призываем, воспеваем Харея Кришна и молимся энергии Хара, Харея, энергии Господа с тем, чтобы умилостивить. Мы просим ее, пожалуйста, займи меня вместе с тобой в служении Кришне. Он говорит, мы, Харея Кришна, означает, мы молимся энергии Кришны Радхарани, да, Радхарани. Пожалуйста, займи меня. Хара означает Радха, но она не то же самое, она не идентична Аштабуджа Дурге. Аштабуджа Дурга Махамая может рассматриваться как тень Радхарани. Да, но наш Гуру Махарадж указывает, мы молимся Радхея о том, чтобы она заняла нас в служении Кришне, которая осуществляется через нее. Да. То есть, выходит, что мы не можем напрямую обратиться к Кришне, но мы можем обратиться напрямую к Радхарани, да? Опять же, опять же, если начать анализировать детали, когда я иду к Радхарани, то мы не отвергаем Кришну, но для того, чтобы обрести Кришну наилучшим образом, идеальным образом, для этого мы идем к Радхарани. Опять же, когда мы обращаемся, приближаемся к Радхарани, то существует определенный уместный должный канал, метод обращения. Поэтому здесь на сцену выходят Сакхи и Манджари. Ты понимаешь? Да, да. Идти к Радхарани напрямую. Прямое обращение к Радхарани невозможно для обычных душ, подобных нам. Мы должны идти к ней через, согласно ее интересам, я буду должным образом помещен, локализован, локализирован там, где я могу совершать максимальное служение, на которое я способен, и под руководством Манджари и Сакхи. И только в этом положении это наиболее выгодная, прибыльная позиция для меня, и я могу извлечь наибольшее благо, максимальное благо из всего явления. Речь идет о должной позиции, правильной позиции, в которую я буду помещен. Да. Это будет наиболее благотворным, полезным для меня. Правильная позиция – самбанда-гьяна. Там я смогу совершать лучшее служение, на которое я только способен, и буду получать наилучшее, идеальное для себя вознаграждение. То есть лучшая позиция для того, кто стремится, для дживы, стремящейся дживы – это позиция в третьем ряду? В третьем? Да, в третьем. Что ты имеешь в виду? Ну, имеется в виду, служить Кришне не напрямую, но Манджари – это номер два, но Радхарани – номер два, прямая потенция, энергия Кришны – номер два. Затем Сакхи – номер три. А затем Манджари – номер четыре. А под руководством Манджари – номер пять. Один, два, три, четыре, пять. Начиная от Кришны, если считать от Кришны в целом, то мы занимаем… Джива занимает место номер пять в Мадуро-расе. И также в других расах. Такого рода иерархия присутствует. И, соответственно, наши внутренние способности, служение будет извлекаться… Максимальное служение будет извлекаться из меня, и вознаграждение также будет максимальным. И я получу максимальное благо. Это самбанда-гьяна. Правильная позиция. Самбанда-гьяна означает правильная позиция. Соответственно. Временами эти духовные личности, такие как Шрила Бхакти Сидданта, Сарасвати Таку, Прохопат, приходят в этот мир и дают служение. Временами они уполномочены, делегированы высшей силой, по воле Бога. И они совершают великое служение своим ученикам, когда находятся здесь. Делегация, делегация, полномочия могут прийти в любое положение свыше, прийти свыше, и человек становится уполномочен действовать в качестве его представителя высшего начала. Это возможно. Особенно в Гурудеве мы должны видеть проявление высочайшего порядка. Он высочайший, так сказать, делегат. Присутствие Кришны, высочайшее присутствие Кришны в Гурудеве. Но Гуру, опять же, Дикша Гуру, Шикша Гуру, различные типы Дикша Гуру, Вартма Прадарша Гуру, также считаются Гуру, рассматриваются в этом качестве. Нама Гуру, затем Бхагавата Дикша, Панчаратра Дикша, Саньяса Дикша. Все эти Врага Марге Дикша, посвящения Врага Марг и многочисленные Шикша Гуру, все это имеет место быть. Но особенная, особая делегация одновременная. Кришна может делегировать Свою силу одному ученику, другому гуру. Скажем, у одного гуру, у одного ученика один гуру, Кришна приходит через этого гуру и через гуру другого ученика и так далее. Разумеется, иерархия должна быть подлинной, не имитацией, не выдумкой. Но подлинное явление, подлинное явление, об этом идет речь. Который час? Дошта. Дошпанера. Дошпанера. Другое специфическое обстоятельство. Мы находим черту, специфическую черту в Нарутами Такуре. Тот, кто был столь непоколебим в своей преданности своему гуру, Ваканадху Госвами, кто был готов заплатить высочайшую цену за эту связь, но он не был слепым последователем. Хотя мы видим, что он, отвергая Джива Госвами, Гупалу Бату Госвами, отдал, вручил Себя Локанадху Госвами и обрел его милость. Тем не менее, он не был слепым последователем. Как? Почему? Он изучал Писание Рупа Госвами и так далее. И он понял Махапрабу и его структуру в виде учеников, иерархию учеников. Он понял. И он говорит, это песня, его песня, Нарутаматакура Шри Рупа Манджари Пада. Мое все святые стопы Рупа Манджари, святые стопы. Мое все. Мы должны обсуждать, обсудить классификацию, градацию положения расы Шанта, Дайся, Сакья, Вацаля, Мадура. И в Мадуре лагерь Радхарани особый. И затем вновь существует многочисленная Сакья. Трита Сакья, Прана Сакья – столь многочисленная градация. Затем существует класс Манджари, юных, младших, возрастом. И они обладают большей свободой. Когда Радоговинда находится наедине, то Манджари могут приблизиться к ним, войти туда. Они обладают подобной свободой. Навещать их, в то время, когда некое служение необходимо, какие-то субстанции необходимы, то Сакья посылают Манджари в то место, но сами не осмеливаются туда войти. Таким образом, Манджари наслаждаются наибольшим доверием. Наиболее тайное служение, секретное служение обоим может быть обеспечено через Манджари. Они свободны. Их доступ, их вход свободен. И их лидер группа Манджари, она в своем положении рассматривается как лидер всей группы Манджари. И в Мадурабхаджане она есть все и вся. Рупа Манджари. И народ Амтакур учит нас этому относительно ее положения. Она все и вся. Для нас она наше высочайшее убежище. Мое богатство в ее стопах. Мое поклонение и служение также в ее... Само богатство в моей жизни, сама суть в моей жизни там... Украшения в моей жизни, если есть какие-либо, то они также в ней, в ее милости. Если есть нечто, источник всего желанного экстаза, то он пребывает только... находится только там. Рудник, источник всех рас, фонтан всех рас находится там, в ее стопах. Расанидьи. Расанидьи. Шеймор банча сиддхи. Если присутствует достижение какой-то жизненной полноты, то это достижение жизненной полноты только в ней. Расанидьи. Шеймор банча сиддхи. Шеймор бедеда дхарам. Если присутствует какой-то долг, рекомендованный ведами, мне, то я хочу служение ее стопам. Шеймор бедеда дхарам. Шеймор бедеда дхарам. Шеймор бедеда дхарам. Если присутствуют какие-то плоды аскез или плоды соблюдения неких врат, обетов, то они также заключены. Там. Шеймор бедеда дхарам. Шеймор бедеда дхарам. И если речь идет о постоянном повторении мантра, джапе, то это также там. Все заканчивается в ней. Все реалии, все явления имеют лишь одну цель в моем случае. И это. Все они в своих различных фазах встречаются в стопах Шейрупа Манджари. Если она удовлетворена, тогда все мои различные практики и обеты становятся успешными. И любая концепция долга или деятельности в любой фазе, любой моей формы, все встречаются в одной точке. И это святые стопы Рупы Манджари. Таким образом. Я лишь молю о том, чтобы тот, кто стоит в основании различных феноменов этого мира, я молю его, пожалуйста, соедини меня с ней. Абсолютный управляющий, пусть он осуществит, выполнит мою молитву, пусть все мои тенденции могут достичь ее благосклонности. И это явление будет настолько интенсивным и конкретным, словно я вижу его этими двумя глазами. Не смутная, не абстрактная, не воображаемая. Но конкретная, в высшей степени, конкретной реализации я хочу по милости того, кто управляет всем. Какая красота, какого рода высокая красота заключена в ней, в ее святых стопах. Если мое сердце является лотосом, лотос Кувалая. Существует две разновидности лотоса. Кумуда. Как будет по-английски? Красный лотос и белый лотос. Белый лотос питается солнцем, а красный лотос питается светом луны. Кувалая – это смесь двух этих лотосов. И днем и ночью сияние ее тела будет кормить меня днем и ночью. Ночью. Жизнь моей жизни сравнивается с лотосом. Кувалая питается сиянием луны, и ее стопы есть. Луна – святые стопы. А сама жизнь, жизненная сила сравнивается с лотосом. Сияние ее красоты может питать сердце моего сердца. И лотос моего сердца будет расти благодаря этому лучу и танцевать. Это моя молитва. Но каково мое нынешнее состояние? Нынешнее состояние. Моя госпожа, я нахожусь на негативной стороне. Нынешнее положение таково, что не видя Тебя, Твоей милости, мое сердце горит, горит и обращается в пепел. Таково мое нынешнее положение. Это нечто подобное яду кобра. Яд, подобное яду кобра, который причиняет боль моему сердцу, сердцу, которое было укушено змеей. И какова эта змея? Змея – это разлука с Тобой. Это отсутствие прямого контакта с Тобой, Твоей милостью. «Ахи» означает «змея». Яд змеи пленил мое сердце, и я умру. Я скоро умру. И это не есть нечто внезапное, но долгое-долгое время. С самого начала я страдаю от подобной боли, разлуки с подобной прекрасной полной надеждой жизни, которая полна. Но теперь я достиг крайней точки. В последний раз я молю Тебя о Твоей благосклонности в противном случае. Мне наступит конец. Это написано на Арутамамтакурум. Прославление Рупы Госвами. Рупа-нуга-сампрадая. Это сампрадая известно как Рупа-нуга-сампрадая. Наша Гуру Парампара, все эти явления занимают соответствующее положение, позицию согласно этому. И другой пример также. Мы находим в песнях Нарутама-такура. Он говорит, что когда она думает о своем лучезарном будущем, о том, когда ее введут во Вриндаван и доверит ей служение Раадхи и Гришне под руководством Рупы Госвами. Подобное положение. Подобное положение. Когда оно придет. Когда наступит тот день, когда мой непосредственный наставник, Владыка Локонат возьмет меня за руку и предложит меня к Шри Рупе. Рупе Госвами. Он возьмет меня за руку и приведет меня к Рупе. Он не хочет обращаться к Гуру, своего Гуру через Гуру. Но его Гуру берет его и приводит к Рупе, Шри Рупе, который осуществляет, исполняет высочайшее положение, высочайшей жизненной полноты, полноты нашей жизни. Его непосредственный Гуру Деф, инициирующий Гуру, возьмет его за руку и верит его опеке Шри Рупе. Таким образом, он дал нам свет высочайшего измерения жизни Баджина, Наруто Амтакуру. Нару Тампаривар. Эта категория, этот класс известен как Нару Тампаривар. То есть люди, которые питают веру в него, в его песни. Он написал множество песен. И о Нитянаде Прабу, о Маха Прабу, они очень пламенные, очень экстатичные. И глубокая вера присутствует в них. Нитянаде Прабу, Маха Прабу, Рупа Госвами, другие Госвами, столь многие другие, описаны в песнях, представлены в песнях Нару Тампаривар. Он родился в день Пурнима, месяца мага и ушел сегодня. Кришна Панчами Картики. Нару Тамтакуру. Нару Тамтакуру. Вы, вы сказали однажды кому-то, кто, по поводу изменения расы, перемены расы, что это редко. Крайне редко. Когда Маха Прабу пришел, и Анарпита Ачарим Чират Кират Кират, это Мадура Раса, он дал возможность всем дживам возвыситься до Мадура Расы? Дал ли он всем дживам эту возможность? Поскольку он распространяет эти сентименты, это чувства. Он пришел главным образом для того, чтобы раздавать Мадура Расу. И автоматически все иные расы, поскольку они все зависят от Мадуры Расы. Мадура Раса есть Мукья Раса и Ади Раса. В этих двух важных аспектах Мадура Раса, два ее ярлака обозначения, это самая изначальная раса, первичная, первоначальная, и это комбинация всех иных рас, Мадура Раса, независимая Раса. Все остальные расы, вторичные, подобные спутникам, Вацалия Расы и так далее, все они зависят от этой транзакции Мадура Расы, Виласы. Поэтому Махапрабху пришел, чтобы дать изначальное принципиальное явление, а все остальное благодаря этому становится на свои места и получает свое место. Поэтому его сампрода известна как Рупануга. Сампрода Рупаго с вами эксклюзивным образом в Мадура Расе. Наша сампрода известна как Рупануга, да. Это линия Рупануга, все эти явления, все это граха, как означает граха, все эти покупатели, искатели, только Мадура Раса, главным образом на этом рынке. Могут быть незначительные исключения из этого правила, их несколько, но общий лейтмотив таков Мадура Раса, поскольку это Рупануга, наши Ачари в Мадура Расе. Вацалия Расы нет, даже Ницянанда нет. Ницянанда Прабху не включен в список Гуру Парампара. Саруп Дамодар Рупа Госвами все Мадура Раса Ачари. В большей или меньшей степени Мадура Раса. Поэтому главным образом наша сампрода — это сампрода Мадура Раса, которая ведет нас к Радхадасям в целом. Но Радхадасям предполагает другие расы. Мадура Раса предполагает все иные расы, должна присутствовать и Вацалия Раса, должна быть и Сакья Раса. Кришна означает такая группа. Кришна не один. У Кришны должны быть его параферналии, окружающие реалии, родственники, друзья-спутники, мать, отец, все-все это. Но Мадура Раса, хотя она всегда инкогнита, но это главный центральный поток, а остальные расы вторичные, второстепенные и помогают ей, носят вспомогательный характер. И они также другие расы не могут быть исключены, они должны быть, но они выживают за счет Мадура Раса. Главное явление Мадура Раса, а для того, чтобы помочь в транзакции Мадура Раса, все иные расы необходимы, чтобы вносить свою лепту. Шанта Раса Голоки должна отличаться от Шанта Расы Вайкунхи, не так ли? Да, конечно, она отличается. Она способствует Мадура Расе Шанта Раса Голоки. Да, да. Радхарани говорит это на Курокшетре. Хотя это тот самый Кришна и та самая Радха, но мой ум всегда стремится во Вриндавы. Анукул Паривеш, благоприятное окружение. Ямуна, деревья, песок, все это, павлины, майуры и так далее, все они помогают. Они вносят свой определенный вклад в эту лилу, в различное время, все они. В противном случае, Вриндаван, Вриндаванская лила, Вриндаванская Раса была бы невозможна, поэтому все обладает своей ценностью. Махарадж, мы понимаем из Гаруда Пурана, например, что в Гаруда Пуране сказано, что чистый бхакта встречается крайне и крайне редко. И если Вы говорите, что лишь горстка людей дает Вам высокую оценку, то это объясняется тем, что то, что Вы даете, это крайне редкое явление, и крайне специфическое, особенное, может быть, высочайшего качества, да, и тот, кто будет способен понять тонкое положение градацию царства любви. По крайней мере, я думаю, что то, что я слышал от моего Гуру Махараджа и подчеркнул из Священных Писаний, в большей или меньшей степени я способен представлять эти явления. И мой Гуру Махарадж также чувствовал удовлетворенность относительно моего понимания Гаудеи Сидданте. И некоторые мои друзья также придерживаются такого же мнения. В целом, он был удовлетворен моей реализацией в отношении Гаудеи Сидданте. Понять, осознать и попытаться выразить, каким образом рупануга, изм, занимает высочайшее положение. Как? Каким образом? Положение Шри Рупы высочайшее. Понять это в рамках сравнительного изучения, анализа. И таким образом это явление занимает высочайшее, которое стоит на вершине. Понять это. И в большей или меньшей степени. Более интенсивным или более поверхностным и более глубоким образом. Но достичь этого положения, осознать, понять искренне и чувствовать, что это высочайшая позиция, положение, явление, которое было дано Махапрабху — рупанугаизм. Почему? Некое представление. И вопрос интенсивности и глубины этого понимания имеет место быть. Это лимит, это зенит, предел. И каким образом это явление есть высочайшая цель, и зенит нашего достижения, имеет представление об этом. Структура здания есть. И мы должны сделать фото этого здания в сердце. В сердце следует сделать это фото. И в то же самое время развитие украшения, декорации и обслуга строителя, которые возводят это здание, и некоторое представление об этих вещах. Об этом храме. Храме. Это храм. И это нечто, что дается исключительно как милость и может быть взято обратно, отозвано. Гаудея Вашнава, последователи Махапрабху, рекомендовали нам рагануга и рупануга. Прежде всего, мы рагануга, рагануги. Мы не следуем пути закону, правил и предписаний, но в большей степени выбираем путь сердца. Связь от сердца к сердцу – это рагануга. И в рагануга, в этом явлении существуют различные типы. В рамках рагануга мы суть рупануга. Рупануга, рупануги. Рагануга – путь любящего любовного служения, свободный ото всех правил и предписаний, поскольку они формальны. Не придается значение формальности, но искренности. Это рагануга. А рупануга – существует особая группа в Мадуро-расе. Центральная линия Мадуро-раса служения. Высочайшее служение, безраздельная 24-часовая занятость в служении. Центральная нить начинается до нас здесь – рупануга, лагерь, линия рупануга. Сампрадая Махапрабху в целом известна как рупануга-сампрадая. Рупануга-сампрадая. Оба явления – любовь и Мадуро-раса – объединены в центральной линии, в линии служения Радхарани – рупануга. Начало здесь. Поэтому Нарутамтакур – великий гуру в нашей линии божественности. Его стремление описано им. Когда наступит тот день, когда мой гуру Шри Локанадх Госвами возьмет меня за руку и отведет меня к Шри Рупе. Гуру, его гуру Наратама, отведет его к Шри Рупе Госвами. Рупануга – линия. Он передаст меня, верит меня опеке, руководству Шри Рупе. Если такой будет моя удача, то мой нынешний гуру Локанадх Госвами приведет меня к Рупе Госвами. Таково стремление, нам говорят, выраженное Нарутамамтакуром. Мы не думаем, что это аномалия, что здесь пересекается, приступается закон служения гуру. Должны ли мы думать, что Нарутамтакур совершил духовную ошибку, когда он утверждает подобное? Такова природа, природа, и это естественное и необходимое явление. Соответственно, распознанию внутренней связи. Полный анализ, целостный анализ внутренней связи являют подобного рода вещи, подобная трансформация. И это не есть аномалия. Форма и суть идут рука об руку. Форма и суть. Форма призвана помогать сути, субстанции, идеалу. Идеал есть все и вся. А форма призвана помогать достижению идеала, но не наоборот. Такого рода этот аспект истины мы должны осознать, и это поможет нам в высшей степени, поможет нам во всей нашей жизни. И однажды наш Гуру Махараш сказал в этой связи, эти люди не хотят понять, благородное или возвышенное положение, о котором говорит Рупа Госвами, или положение Рупа Госвами выше всех религиозных сентиментов настолько, что Гуру Махараш привел следующий пример. Это Слава Данса Госвами, Прабу. О Рупе Госвами. Отец и сын, Гуру и ученик будут сидеть вместе и обсуждать эти возвышенные материи, высокие материи. На каком уровне находится Шишья, Рагуна Дас Госвами, его настроение было таким. Он рассматривал Рупу Госвами как Гуру в Рага Марге, но его утверждение о его Гуру таково. Таково. Следующее. Сакхи означает подруга. Ты, Рупа Манджари, дитя, то есть девочка, девочка, которая помогает Радагу Виндалиле, Манджари. Есть Манджари, Рупа Манджари их лидер, а высочайшая, высочайшая девочка, помощница Рати Манджари. Рагуна Дас Госвами есть Рати Манджари. Я вижу, говорит, что на твоих устах, на твоих губах. Как это называется по-английски? Кровь, укус, порез. Я вижу, на твоих губах, я нахожу, вижу, отметен укус. Как он мог возникнуть? Шукапакхи, попугай. Попугай показал, что эти уста – плод бимба, и он своим клювом порезал эти уста. А иначе как может быть? Это единственное объяснение. Ведь твоего мужа здесь нет, и не может быть такого. Если бы твой муж был здесь, то был бы укус его уст, но его здесь нет. Ведь ты не утратила свое доброе имя, это известно своим целомудрием. Тогда почему эта отметина появилась на твоих губах? Твой муж не приехал, не пришел сюда. Тогда почему этот укус, откуда он появился? «Твой устал укусил попугай». Так Рагуна Дас Госвами говорит, обращаясь к своему гуру Круппе, и он говорит с ним, он говорит эти слова. Рати Манджари обращается Круппе Манджари. Дас Госвами Круппе, Госвами… Речь идет о том, в каком измерении происходит подобный разговор ученика и гуру. Он показывает лакхо. Лакха означает что, как сказать по-английски? Его цель обращена к Кришне. Ты обрела милость Кришны, обрела или обрел милость Кришны, и Кришна поцеловал тебя. В этом суть. И он задает вопрос, так сказать, риторический вопрос. Кто гуру и кто ученик? О каком измерении идет речь, в котором ученик разговаривает, говорит со своим гурудевом подобным образом, о Кришна Лиле, подобным образом? О каком измерении? В такое измерение следует отправиться, где сын и отец, ученик и учитель могут говорить легко и счастливо и безо всяких ложных чувств. Они могут говорить так. И следует понимать, что речь не идет о брендном измерении. Речь идет о разговоре двух манджарий и... Пуджала Рагапатта, это измерение не следует низводить сюда. Но крайне трепетно и благоговейно и... Мой гуру и Рагапатта высоко-высоко над моей головой, а я их слуга и я... Я выполняю работу, говорил он, видимо, гуру Махарашвила Срасвати Такгур, я чернорабочий или землекопатель. Я готовлю землю для того, чтобы однажды эта раса могла прорасти на этой земле. Как-то так. Всегда помните о том, что это трансцендентный мир, зенит, реализация. Мы, мы, мы на этой стороне, не на той, не на той. Но для нас это нечто недосягаемое, но тем не менее оно есть, и это высочайшая цель всех нас, высочайшая цель такова и высочайшее достижение. Оно трансцендентно. Оно капризно, прихотливо. Оно не подвластно нашим капризам. Он самодержится, он деспот. Тем не менее, он есть, и это высочайшая. Таким должно быть наше настроение, настроение, с которым мы должны двигаться, двигаться, передвигаться по всему миру, по городам и весям. Мы будем пытаться только лишь идти в ту сторону, в эту сторону, но не идти к нему напрямую, а входными путями. Как-то так. Адхок-шаджа. Сама природа этого явления такова, что все будет под ним. Под ним. Адхок-шаджа. Адхок-шаджа. Аван-манас-агочара. Агочара. Оно трансцендентно, но оно есть. Таким должен быть наш темперамент. Оно такое-то и такое. Оно не может быть описано. Оно не может быть описано. Только он может описать себя. Санатан Госвами говорит, «Я обитатель этого бренного мира, и я пишу о взаимоотношениях или об обитательнице Гарема Кришны, Сатьябама такая, Рукмини такая, как я смею описывать природу, сознание Кришны. Кто я такой? Я человек с улицы. Но это не я пишу. Кто-то заставляет меня писать. Я всего лишь держу перо». Таким образом, это явление лишь нисходит. Мы не можем подняться, возвыситься до него и схватить его, уловить его. Но как он захочет, когда он захочет, где захочет, он нисходит и являет себя. И эту характеристику мы не должны упускать из виду никогда. Это его воля. Это его воля. Его сладостная воля. По своей воле он может прийти. Но мы не дерзаем пытаться прорваться на его землю. Мы можем лишь жаждать, жаждать и жаждать. Поэтому Шрадха, вера, вера. И тогда, возможно, он будет милостив и может не зайти. И тогда мы обретем некий опыт. Такие отношения никогда не следует забывать. Это его сладостная воля. Но в то же время мы должны понимать, в моем случае это так, но не в случае моего Гуру Дева. И не в случае других старших Вайшнавов это так. Это также утверждение Господа. Господь говорит, я в тисках моих преданных. Я не могу отрицать того, что хотят от меня мои преданные. Я кукла в руках моих преданных. Махарадж? Да. Временами наш Гуру Махарадж имел обыкновение произносить следующий стих. Шри чейтанья манобиштам стапитам дена бхутале шайам рупа-катав-махъям тадатти-ша-падамтикам. Не могли бы Вы объяснить смысл этого стиха, да? Шри чейтанья Дева Истинный смысл Несшествие прихода шри чейтанья Дева То, что намеревался осуществить на этой планете, на этой земле, в этом мире Шри чейтанья манобиштам стапитам дена бхутале Это желание было осуществлено в этом мире То, что шри чейтанья, то, чего шри чейтанья хотел И то, что было предварено в действие, в деятельность То, что стало явью в этом мире, было осуществлено моим Гуру Девам Шри чейтанья манобиштам стапитам дена бхутале Шри чейтанья манобиштам стапитам дена бхутале Когда этот рупа Госвами приведет меня к своим стопам, то, что хотел осуществить Чайтанья Дэв, было осуществлено рупой Госвами. И когда этот день, счастливый день, удачливый день наступит, когда он привлечет меня к своим стопам, рупа Госвами. Сваям рупа здесь не означает в этом случае, в этом стихе «сваям рупа Бхагаван Гришна». Валерийский день – это не бизнес. Своям рупа. Своям рупа. Кадамачьим. Своям. Своям. Своям рупа. Кто написал этот стих, насколько я помню Нару Тамтаху? Говинда Махараджа говорит, что правильное прочтение не «своям рупа», «своям рупа» означает «сам рупа», «своям рупа», «тот рупа», «этот рупа». «своям рупа», «своям рупа», «тот рупа» или «этот рупа». Этот рупа, который установил здесь, утвердил здесь то, что было желанием Шри Чайтанья Дева, «когда такая рупа или эта рупа приведет меня к своим стопам». Таков стих. Таков стих. Своям рупа, это «своям рупа», «тот рупа», «этот рупа». «своям рупа». Чайтанна Ману Бишта — это Мадура Расанар Питача Рим Чирят. А Нитянанда Прабу Распространитель, Великодушие в целом. Долг Нитянанды состоит в том, чтобы приводить обычных людей к Гауранге, а Гауранга пришел, чтобы привести их в Браджа Ливу. Нитянанда Прабу проповедовал о Гауранге. Невозможно достичь столь высокого уровня напрямую. Вы должны обратиться к Гауранге. Тогда для вас будет легко. Так или иначе, пытайтесь изо всех сил прийти к Гауранге, и тогда вы обретете... Автоматически вы будете приведены к Гауранге, как говорит Прабу Дананда Сарасвати. Маха Прабу попросил Нитянанду Прабу, отправляйся, ступай и проповедуй о Кришне в Гаурадеше, в Бенгалии. Но Нитянанда Прабу пришел и стал проповедовать Шри Чайтанья Дева, не Кришну, непосредственно. Прямой путь. Прямой путь. Так или иначе, придите к Гауранге. А остальное... Остальное Гауранга возьмет на себя, так сказать. А какое самопредание высочайшего качества? В супружестве. Служение 24 часа в сутки, возможно, только там. Самопредание в качестве супружества. Говорится, что это высочайший тип самопредания и служения, и то и другое. Самопредание в крайней степени и служение в крайней степени. Только в супружестве. И оно также бывает различных типов. И Радхарани считается высочайшей. Иными словами, все исходит из Радхарани. Она — главный подчиненный аспект. Вся негативная сторона представлена ею. А другие являются проявлением ее личности. Но это явление не может быть оценено по достоинству, оценено нашими щенячьими мозгами. И Махапрабху, объединение двух сторон, пришел, чтобы дать знать, рассказать об этом явлении. Обретая доступ в эту линию, мы можем обрести опыт такого качества расы. Рупанугасампрадая. Рупанугасампрадая. Особенность этой группы — Махапрабху. Зенит высочайшего качества, пик. Это все фантазии, истории, подобные сказкам. Но такая перспектива дана нам. И если мы будем работать в этом направлении, двигаться в этом направлении, то мы достигнем нашей цели столь высокой, подобной концепции. Мы можем получить доступ к сокровенному служению, к Кришне столь высокого типа. Наша удача может быть связана с этим явлением. Все же подчеркивается Рупанугасампрадая. Когда Радха Кришна находишься наедине в самом секретном положении, тогда взрослые сакхи, подруги чувствуют неуверенность или стеснение, или не решаются входить в комнату. Ты понимаешь? Понимаете? Да. Они взрослые. Поэтому они чувствуют робость, 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 робость. И если необходимо входить в это время, если в это время возникает какая-то потребность, то буквально говорит Шилагуру Макараш, полувзрослые, полувзрослые девушки, девочки, младшие девушки могут входить туда, посылаются эти девушки, посылаются, чтобы совершать служение Радхарани и Кришне. Тогда как взрослые сакхи Радхарани, если они войдут, то Радхарани почувствуют стеснение. Но младшие девушки, когда они входят в покои, то Радхарани не испытывают стеснение. А Руба Госвами – лидер этих младших девушек. Что даст мне величайшее благо? Мы можем думать, когда самая секретная встреча происходит. В это время Ши Рупа со своей группой могут приблизиться туда, войти туда ради служения. И высочайшее качество служения, вкус служения высочайшего качества доступен этой группе. Ты понимаешь? Да. Я рассмотрю таким образом. Почему Рупа Нуга? Почему Рупа Нуга – это лучшее достижение? Поскольку присутствует это ограничение. Взрослые сакхи не могут вступить в частную жизнь Радхарани и Кришне. Большая степень близости, но младшие девушки имеют доступ. И они могут соприкоснуться с высочайшим качеством самого сокровенного или личного служения. Поэтому стать Рупа Нуга – это величайшая удача. Так считается. Это мое открытие или предположение. Насколько я могу судить об этих вещах, быть последователем, быть в лагере Ши Рупа Манджари. Почему это положение считается высочайшим достижением? Нарутам Таккур. Даже Нарутам Таккур говорит, «Когда тот день придет, когда мой Гурадев Локонат Госвами возьмет меня за руку и отведет меня к Рупе Госвами?» «Мой Гурадев Локонат, когда наступит тот день и он возьмет меня за руку и отдаст меня Рупе Госвами». Рупа Госвами стоит во главе этой группы. Эта группа – самая верная и удачливая группа девушек в Мадурарасе. Получить доступ в их лагерь считается высочайшим достижением для нас. Конечно, она действует под контролем Лолиты Деви. Младшие девушки. Непостижимое. Нечто непостижимое. Вводить подобное представление или попытаться затянуть его в мир представлений – это значит совершать грех. Рупа Госвами, когда она пришла в положение ачарьи, то он расставил все на свои места, указывая в направлении Мадурарасы. Рупа расставляет все на свои места и все ведет к Мадурарасе. Когда он, она занимает положение ачарьи. Внутренне, в Мадурарасе – Рупа Манджари, а внешне, в положении ачарьи, в этом положении он дал все, все явления, кульминация которых достигается в Мадурарасе. Совершенным образом. Она имеет дело с этими реалиями совершенным образом. Она знает практически, что есть что. Поэтому все на своих местах. Совершенным образом. Рупа Госвами. Никаких беспокойств на пути. То, что дано здесь, если ты будешь способен этому следовать, то тогда у тебя не будет трудностей на пути. Это Пури Махараш из Кална сказал Рупануга Дхара? Что? Пури Махараш из Калны? Да. Он сказал Рупануга Дхара? Да, Рупануга Дхара. Дхара означает поток. Поток Дхара – линия, линия, преемственность, поток. Течение или ручей. Поток чистой любви, который проходит через Шри Рупу Госвами. Его предшественники и его преемники. Но он центральная фигура. Буквально средина. Линия его предшественника, научно представленная им, и через него эта линия проходит и достигает следующего поколения. И согласно совету Махапрабу, Рупа Госвами дал научную форму этой дхары, этого потока. И этот поток проходит сквозь него или через него на эту сторону. И достигает тех людей, которые являются его последователями и совершают омовение в этом потоке. Следуя этой линии, мы хотим идти ввысь. Должение следует... Должение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова